Ребята, всем привет! Сегодня решил записать влог вам все-таки. Какое сегодня у нас число? 14 июня, вроде бы, если я не ошибаюсь. Вот. Среда или вторник. Среда, по-моему, господи. Я уже не ориентируюсь во днях. Вот. Школы нет, во днях перестаю ориентироваться. Вот. В общем-то, с мая по... с конца мая по где-то 6 число июня у нас была сильная жара. Но она, слава богу, прошла все уже. То есть, более такая нормальная температура сегодня. Около 20-22 градусов будет. Вчера было около 16. Ну, холодновато, конечно, вчера было. Но, в принципе, нормально. Ничего. Это не то, что было до этого. Вот. Вам хотелось показать, что у меня посредством. Новые у меня есть обновочки небольшие. У меня здесь... Ну, этот Тайф-2 вы видели, наверное. Купил я лоск. Про запас, можно сказать, он считает, уже заканчивается. Купил про запас лоск, ароматерапия, эфирные масла. Ну, довольно прикольный запах. То есть, я как-то его убрал уже до этого. Вот. Вот такой же Окси или Окс, как его правильно называть, не знаю. Такой же купил, но... Сенситив. Вот. Сенситив. Это немножко другой запах. Он пахнет так же, как, знаете, как у меня на даче гель. Этот, сейчас скажу. Мультиактив. Такой дешевенький гель. С экспресса пахнет абсолютно так же. Я взял еще вот эти пластины. Уже для цветного белья. Универсальные. В общем, я их переразложил. Чуть-чуть вот так вот они теперь лежат. Вот. Запах другой, конечно. Для белого у меня запах больше нравился. Ну, ладно. В принципе, тоже нормальный. Покупка до сих пор оторвалась. Вот. В общем, вот так вот они выглядят. Ну, такие же пластины почти. Вот. И кондиционер взял небольшой вот такой. Скандинавская весна. Вот помню, Ленор скандинавская весна. Синенький был, очень хороший. Этот пахнет немножко по-другому. И он такой жиденький. Ну, кто у меня на телеграм-канал подписан, тот видел, как он выглядит. Потому что я показывал это. Вот это колпачок от старого такого же геля. Вот, в принципе. Вот сейчас. И вот этот у меня. Ну, там остатки-остатки уже. Прям чуть-чуть. Но это вот я, несмотря на то, что это очень дешевый ноунеймовский гель, он мне очень понравился. Не знаю почему. Может быть, кому-то покажется, что он пахнет там хозяйственным мылом. Потом, ну, нет. Может быть, чуть-чуть есть. Мне сначала самому казалось, что чуть-чуть есть этот запах. Так, это у меня мешочки для стирки тут лежат. Чуть-чуть есть этот запах сначала оказалось, но потом нет. Потом все-таки нет. Перепронюхал. Мне кажется, все равно это немного другой запах. В общем, вот. Сейчас тайт закончу. Начну лоск, в принципе. Пластинами стираю. Я пользуюсь всем. То есть, вот. Сейчас у меня не так много средств, как было раньше, но мне это и не нужно. Раньше у меня прям было дофига-дофига, а сейчас мне вот этого хватает. Знаете, по одному средству из каждого подразделения. То есть, один кондиционер, одни там пластины или капсулы, один гель и один порошок. Все. Мне этого достаточно. В принципе, я уже как бы не увлекаюсь стиркой, как я увлекался этим раньше. То есть, вот. Поэтому, как такового смысла копить эти средства нет. Вот. В общем-то, вчера стирал кроссовочки. Стирал. На смешанной 30. Ну, кто на Телеграм подписан, я думаю, все видели. Вот они все, эти кроссовки у меня тут висят, сушатся. Кстати, эту мерку надо на место положить. То есть, он все время валяется там и мешается. В общем-то, что в планах на сегодня? На сегодня ничего такого нет. Так, надо заняться бельем, потому что там у меня полотенца висят. И перестирать, скорее всего, у меня там уже много догоняй. Ну, не знаю. В общем, надо тоже все перестирывать, потому что белье копится конкретно. Вот. В планах на сегодня? Господи, как неудобно это. Другой телефон же уже. Кошмар. Ой, неудобно вообще. Не могу привыкнуть. Вот этот старенький мой вообще легенда. Короче, в планах на сегодня ничего такого нет. Сходить на тренировку, вернуться домой и заняться делами домашними. Вот. Надо чуть-чуть перебраться здесь у меня, влажную уборку сделать поверхности. Вот. И завтра, я думаю, я съезжу на дачу утром. Вот. Пораньше стану, часов 9 я съезжу один. Потому что, ну, надо там постирать, мне кажется. Уже там накопилось за это время. Ну, потому что у меня долго не было. Когда я там последний раз был. Воскресенье, а сегодня среда уже. То есть у меня там давно не было, в принципе. А я привык туда ездить часто. Часто. Часто, часто, часто. Вот. И дед у нас ездил в Пермь. Какого? Первого числа он выехал. Сегодня 14, а он вчера приехал. То есть где-то вечером. И поэтому, я думаю, я к нему послезавтра съезжу. То есть это будет 16 число. Так. Или не получится у меня. У меня потому что 17 соревнования в Челябинске. Не факт, что получится. Ну, посмотрим, короче. Видно будет. Сейчас надо календарь открыть. Ой, господи. Что-то я запутался в числах. Я почему-то думал, у меня получится. Ну, да. 16-й это пятница. А в субботу в Челябинск ехать. Поэтому нет. Не вариант. Ну, ладно. Ничего. Не последний раз как бы видимся. Еще успею съездить. Вот. Что вам рассказать? Не знаю, что рассказать. Слух скрипит капец уже. Что он раскрепился. Прям до этого он не так скрипел сильно. Пока что вхожу в пижаму на этой штульке. Ну, потому что ее не хочется снимать. Я в ней не спал. Я просто ее дома ношу, как и все. Вот. И вечером, повторюсь, приеду и начну опять стирать. Скорее всего, я хотел, у меня было огромное желание запустить эфир на этом канале на ютубе. Эфир именно со стиркой. Но что-то я передумал. Что-то я передумал. Потому что я еще не знаю, что я буду конкретно стирать. Мне нужно еще пледы перестирать, которые вот в этой комнате у меня. Вот этот плед и на кресле плед, который. Вот. Их тоже нужно перестирать. В общем, делом много. Хотя я каждый день почти стираю. Но все равно стирка почему-то купится и купится. Не знаю почему. В общем, стирка это такая проблема. Глобальная, в моем случае. То есть мне уже самому не особо хочется этим заниматься. Однако приходится. Господи. Смазано. Размазано. Потому что пальцем провел. Все, капец. Размазано уже. В общем-то думал сейчас запустить посудомойку. Но посмотрел, там снизу-то почти ничего нет. То есть в основном большая часть посуды наверху. Поэтому еще успею запустить. В общем, у меня бабушка, папа и Аня на даче сейчас все. И поэтому вот как приедут, они с дачи пообедают хорошенько. И закинут все туда. И я вечером приду и запущу сам уже. То есть вот. Сейчас у меня тренировка начинается. Господи, что это штука такая? Тренировка у меня начинается в 2 часа. В 2.05 у меня заход уже на воду. И поэтому я вот где-то с полсорого уеду. И часов в 5, наверное, вернусь. Вот. Здесь время почему-то спешит. Почему-то на микроволновке. Ой. В общем, вот так вот. Проходит день весь. В эту комнату даже вид из окна не показывал. Ну не знаю, зачем я вид из окна показываю все время. Ну ладно. Ничего. Ой, здесь такое солнце. Сейчас надо Тимошеньку сюда. Тимош очень любит, когда солнце и он лежит здесь. Вот. Довольно сегодня все-таки потеплее, чем вчера. В принципе, мы просто уже привыкли к такой погоде, что у нас всегда как-то, ну, не самая теплая погода у нас. То есть, ну, где-то градусов 20. Вот. Стабильность такая есть. Но вот тут прям неделя целая была. Жары прям невыносимые. Прям 32. И со закрытыми окнами всю ночь спали. И очень жарко было. И, в общем, это было очень ужасно, я скажу вам. Поэтому, слава богу, она спала. А как бы погреться можно и в Краснодарский. Я уже говорил, мы поедем 13-го числа. Вот. В Адлер. Да. Это мне было давно, кстати, уже. Когда мы там были последний раз? В 19-м году, помню. Вот. Ну, в общем-то, я не знаю. Хочу прям в Абхазию съездить еще. Потому что они когда там не были. Очень интересно, что там есть. Вот. Поэтому вот так вот. 13-го выезжаем. 20-го какого-то там приезжаем. Вот так. В принципе. Хочу шторы постирать вот эти вот. А почему я все про стирку-то говорю? Но я не могу, серьезно. Потому что ее настолько много, что только про нее и говорю. Вот. Надо вот эти шторы постирать. Но, блин, надо когда реально уже, когда время появится. Сейчас вообще не до этого. Вот. На балконе я так шторы не одел. Посмотрите. Вон. Так у меня и без штор нахожусь. Спокойно. Не знаю. Зато солнце здесь всегда есть. Как бы вечером. И тепло от этого. То есть вот. В холодные дни это прям самое то. А когда жара, я просто эти шторы закрываю. Они как бы и так довольно темные. В общем. Вот. Поэтому они очень хорошо затемняют комнату, если это можно. Одна болтология, господи. Ну, серьезно. Я давно ничего не снимал, поэтому я говорю и говорю. Вот. Все время, короче, пол первого я пошел. Уже немного даже опаздываю. Посмотрел по приложению у меня транспорт. Там тралик один едет. В принципе, на него сейчас сяду. Ну что, я уже дома. Вот. Сейчас поужинал. Точнее, пообедал, можно сказать. Потому что у меня очень поздний завтрак, естественно. Очень поздний обед. Время тоже пол шестого. А я только пообедал, можно сказать. Вот. Опять Наталья меня запрягла идти в диспансер. И отнести надо медзаявки на допуск соревнования. Которые вот как раз таки будут 17-го числа. Вот. Поэтому завтра мне придется идти относить еще это. Вот так. Поэтому придется мне вставать часов в 8. Наверное, надо посмотреть еще, скольки работает диспансер. Встану, наверное, часов в 8, чтобы уже в 9 поехать. На дачу. Потому что у меня все равно куда съездить обязательно надо. Надо сейчас разобрать меня с бельем. На балконе у меня очень много белья. И все-таки постирать пледу. Наверное, сегодня вечером я это смогу сделать. Вот. В общем-то, ставлю стирку. Потому что он так более-менее такое нейтральное средство, которое вроде и отстирывает нормально, и, ну, неплохой, и пенится хорошо. Вот. Так. Куда бы. Вот, было старый колпачок наливать и прям с колпачком кидать. Так и сделаю, наверное, прям с колпачком кину. Он очень густой, кстати. То есть прям как жилье. Так, наверное, поставлю на повседневную, я думаю. Посмотрим сейчас, сколько взвесит. Пиздок функции просто повседневная. Можно было пар после стирки поставить. В принципе, я думаю, не надо. Взвесила, в общем-то, на минималку. Можно даже пар после стирки все-таки включить. Ну, ладно, уж не буду. Вот эти он у меня как укреплен здесь. Надо вот его вытащить. И все. И опять в ванную сушу. Только надо эту шторку от ванны сделать вот так вот. Чтоб она не пачкалась у меня. Или это надо поднять, чтобы она не валялась. Все. Пошла стирка. Очень сильно впитывается. Сейчас будет добавлять воду, скорее всего. 246, конечно, надо будет добавлять. Это плед очень впитывает в себя. Есть вторая стирка. Смешанная. 60-200 полоскания плюс. И пар после стирки. Два пледика. Уже старенькие пледики, поэтому их я спокойно ставлю на 60. И даже с паром после стирки. Вот пар после стирки охрененная вещь, я считаю, вообще намного лучше. Супер полоскание работает. Вот. Надо, кстати, наверное, поставить 600 оборотов или даже 800, или 400 вообще даже хватит. Потому что все равно вещи будут сложноваты. И после пары я всегда ставлю еще раз дополнительные отжи. Не надо открываться. Вот. А то она открывается. Потому что 60 градусов еще нет. 43 только. И поэтому она еще может открыться спокойно. Залил кондиционерчик. Вот эта скандинавская весна. Хороший кондиционерчик. Хорошо пахнет. И недорогой. Вот. Опять насыщение пошло делать. Вот. Размазанное немножко. Протирал как-то. Вот. И все. Сейчас пойду заниматься бельем. Потому что плед я повесил. А грязное... Ой, чистое белье снял. И оно валяется просто. Нужно его аккуратненько сложить. Вот. Тимошенька на солнце сидит. Да, мальчик? Да, мой хороший. Как линяет. Это вообще кошмар. Ты, Тимош, твоя шерсть линяет. Капец. Как будто хромакейзе для меня, да? Кстати, уже высох почти. Прикиньте. То есть, ну... Ткань настолько в себя все впитывает хорошо. И настолько легко сохнет. Вообще кошмар. В общем, сейчас раскладываю полотенце. Лыжа пошла на отжим. Слила воду. Короче... Кошмарная вода вообще. Я эти пледы давно не стирал. Я ими не пользуюсь. Потому что... Один вон уаньки на кровати. Другой на кресле. В спальне. Поэтому я этими пледами не пользуюсь вообще. Раньше, если он на моей кровати был, я его сейчас отдал на кресло. Вот. Потому что мне не нужно. Вот. На улице потеплело к вечеру. Утром еще было прохладненько. Сейчас уже более-менее нормально. В общем, завтра мне нужно в 8 часов где-то встать. И пойти в диспансер. Но он недалеко от нас находится. Он через дорогу. Вот. Повторюсь, Наталья запрягла меня войти и сходить на заявки. Запомнить. Вот. Ну, потому что я ближе всех живу. Я вот недавно ходил уже. Перед соревнованиями 28 апреля. Я тоже ходил. Заполнял. Вот. Поэтому... Господи, кошмар. Неровно получилось. Поэтому вот так вот. Полотенец дофига. Просто дофига. Ну, потому что... Стараюсь все равно стирать одежду. Потому что полотенце это не такая нужда. А вот одежда это нужда. Довольно нужная нужда. Поэтому полотенце... Ой, поэтому одежду стараюсь стирать в первую очередь. А уже потом. Полотенца, постельные. Бледы. Вся день. Вот. Потому что полотенец и так дофига. Их не обязательно стирать. Если они на капельной, конечно, шаванят. Вот, например, кухонь... Кухонники, кухонные. Не знаю, как правильно это назвать. Вот. Вот их можно там срочно постирать, если прям воняет. Вот. Слушайте, нога болит. Болит нога. Не знаю, почему. Ну, что мы сегодня плавали. Вроде как обычно все. Я чувствую, нога прям болит, аж дергает. Очень неприятно. Вот. Ну, что мне еще вам рассказать? Я не знаю. Все, что было в планах, я уже рассказал. Какие планы были. Вот. Завтра все равно нужно мне съездить на дачу. Несмотря на то, что как бы все равно есть другие дела. Все равно на дачу нужно съездить. Потому что... А дачу тоже дела есть, которые нужно делать. Господи, сколько на авито идиотов есть. Это кошмар вообще. Столько попадается. Конченных дебилов просто вообще. И пишут. И мне представлять. У меня мой Samsung Silverna. Samsung Compact я продал уже. Вот. А Silverna еще нет. И вот, короче, за нее предлагали 2000. Я говорю, ну что смеяться? Так, кто 2000? И цена минимум 5. Минимум. Ну, это в смысле в ту сторону, в большую сторону минимум. А в меньшую сторону это максимум. То есть меньше, чем за 5 я не отдам никому. Вот. В принципе, надо на балконе... Уборку делать не надо. Я тут убирался еще в мае. Вот. Нужно просто хорошенько пропылесосить. И протереть все подоконники. Потому что... Пыли много. Дорога вон там у нас находится. И дорога очень ряда, поэтому... Поэтому, да. Поэтому нужно часто влажную уборку сделать. Еще даже не закат. То есть просто солнце потихоньку садится. Но это не закат даже. Ну, так. Дорога вот здесь у нас вообще уже раздолбана полностью. Вот около этого дома-то вроде нормально. У нас вообще кошмарная. Зато у нас тротуар здесь новый. То есть вот это более-менее новый. Его в каком-то вот году недавно делали. Года два назад точно. В общем-то вот так вот пошло первое полыскание. Тридцать семь минут. Смотрите. Вот весь кошмар здесь. Вон. Это прям земля. Это прям земля. Кстати говоря, время, которое уделяется на пар после стирки, оно не показывается на таймере. То есть она просто зависит на двух минутах в конце. Потому что на этой LG это как бы функция секретная. И она не показывается. Но она происходит. Если не забуду, то обязательно покажу вам. Но у меня в каком-то из видео есть. По-моему. Прикольно. Воды довольно немало. Ну в плане того, что она сейчас еще добирает воду. Я тут думал, она сейчас уже прекратит. А смешанная всегда мало воды, тем более на минималке. А тут я смотрю, еще даже до сих пор добавляет. Немало прилично воды, я считаю. Плюс три полоскания с таким количеством, с такой загрузкой. То есть чуть больше половины. Вообще идеальное количество. Больше и не нужно. В общем-то разложил здесь уже все. Также у меня постирались плиты. Забыл я вам все-таки снять паровой цикл. Ну ладно уж. Ну посмотрите, какой кошмар. То есть со всех сторон видно балкон. В случае чего. Вот так. Ну зато вид хороший, то есть все видно отсюда. Жалко не девятый этаж. Вот так. Хороший вид вообще. Не, ну я считаю, очень хорошая штука. Все равно этот пар после стирки. Ой, еще одно полотенце у меня есть. Кошмар не заметил. Очень хорошая штука, все равно. Они очень мягкие. И они прям чувствуются, что выполосканные. Не знаю, с чем это связано. Может, что они теплые. Вообще не знаю. Ну, очень хорошая штука. Этот плед. Ну, этот плед сам по себе мягкий. Его даже кондиционера не надо добавлять. Он все равно будет такой. Вот так вот. Все равно сейчас разложить полотенце по полочкам. И, наверное, я лягу сегодня пораньше спать. Потому что нужно завтра в рано вставать. Вот. Давайте на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.